Всем привет! Вы слышите китайчонка Алексея Халецкого, который порабощает мир. Польша уже пала, хоть я и благосклонно оставил ей три города. И хочу немножко рассказать, что будет дальше, но для начала, если вы вдруг смотрите не с начала, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в правом верхнем углу. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им за поддержку, конечно же. Так вот, дальше. Понятно, что я, наверное, еще повоюю. Александр осознал свою ошибку в начале партии, теперь один из моих дружочков-пирожочков. Больше всего меня любит тут практически. Видите, только, ну, буквально минус 15, все остальное он прям готов лобызать. Мне, кстати, давайте постоянное посольство будем основывать у него. Перс. Ну, тоже себя хорошо ведет. Один из первых, кто начал со мной дружить вообще, и что мне его трогать. Мали и Бразилия, они вообще как-то так отдельно, ну и они не представляют, по-моему, на данном этапе и в дальнейшем какой-то опасности в плане, что кто-то из них победит. А вот Северная империя, Северная империя русских, и смотрит на меня косо, и в лидеры выбивается. В общем, всячески выпрашивает ядерную ракету к ним в город куда-нибудь, вот, Архангельск, Санкт-Петербург. Так что я буду сейчас идти в космическую победу, на науку упирать, но и пару ядерных ракет на Россию сброшу. Так что план у меня именно такой. Так, есть ли шанс... Ну, вообще, надо дождаться еще моего героического века через 9 ходов. Я тут уже очков перебрал немерено. На 17 очков больше, чем требуется, но я думаю, что еще больше наберу за этих 9 ходов. И, возможно, если я выйду в героическую эпоху, Брюссель будет отваливаться, и я его попробую тоже захватить. Надо послов отправлять, конечно же, в синие города государства. Надо попробовать Хатусу засоюзить, просто создать полевую пушку. Я где-нибудь ее строю вообще? Если не строю, то надо бы построить полевую пушку. Может, во Вроцлаве. А, тут кампус закончился. Тогда в Сиане. В Сиане поставлю в очередь полевую пушку. Сколько она стоит купить? 660, может, просто купить? Ну, просто это очень много науки даст. А, вот я полевую пушку строю, отлично. Так. Ну, и, наверное, надо перебрасывать юниты к границам России. То есть, надо будет быстро захватывать ее. Либо расставлять по городам просто моим. То есть, надо только быстрые юниты перебросить. Все вот эти медленные мушкетеров, там, пушки, бомбарды расставлю по гарнизонам в городах. А, вот всякие кирасиры, которые могут стать вертолетиками. Кто у нас там еще есть? Кавалерия, не, кавалерия вертолетиками. Кирасиры танками смогут стать. Так, тут обратно обрабатываем камень. Убирал улучшение. Просто хотел рурку там поставить, а ее угнали у меня, к сожалению. Так. Ищение средств. Мгновенно обосновывается. Сфабриковать скандал. Какой... Наверное, в Вавилон хочу отправить и попробовать именно в Вавилоне. Потому что за каждый шедевр литературы и за каждую реликвию и артефакт науку будут давать. Поэтому давайте его в Вавилон. У меня столько городов, конечно, на этой карте на 20 цивилизаций. Это просто... Просто обалдеть. Пока долистаешь. Так, в Микиси в Вацике продолжаем тырить деньги. Что у нас по шпионам? 3 из 3, да? Отлично. Смогу ли я тут 780 денег украсть? Ну, у Мали всегда дофига денег. Так, тут я плаваю так, чтобы случайно кругосветку не сделать. Надо, наверное, у Намибии просить открытые границы. Тем более, мы теперь вместе с Кореей воюем. Я его подговорил. Давайте посоль... А, нет, не согласится. Так, открытые границы. Отлично. Будем там высаживаться. В Кракове достроены казармы. Ну, давайте... Блин, тут жилье нужно. А, мне еще желательно 4 канализации поставить. Давайте мы канализацию сначала. 4 канализации для ускорения демократии. Мы, конечно же, будем демократию открыть. Потому что оно... А может, действительно не спешить пока со СМИ? Я радио, может быть, успею открыть. То есть, я вот скоро уже буду фабрики строить. Фабрики, лаборатории. Кумаси выполнил задание. Кумаси бы тоже довести до трех. У меня есть театральные площади. То есть, культуру буду нормально получать, если что. Ну, возьму ядвиги. Шедевр. Но все равно у меня маловато, конечно, культуры по сравнению с... Ух ты. Вовремя я подговорил нубию напасть на Корею. Потому что сейчас бы я уже этого не смог сделать. Видите, она меня осудила. А когда вы в таких плохих отношениях, то невозможно. Кахокия. Ну, это у нас Алейнора там воюет с этими ребятами. Испания осудила нубию. О. Россия меня... Я думал, только у нас как-то отношения лучше, если видели, не было. Ух ты. А что там... А что они... Что-то внезапно стали меня все осуждать-то. Это, видимо, из-за того, что я вместе с нубией... Как бы внезапную... Ну, или официальную войну. Это плюс 100 претензий. О, Радом уже стал отваливаться просто по лояльности. Вот эти города, мне кажется, у Польши просто отвалятся постепенно. О, Хатуса стала. С союзничком. То есть, уже 291 наука. Давайте смотреть. 212. 214. Да, я уже довольно серьезно науке, но не по дереву технология пока вперед не вырвался, не по количеству технологий. Но по количеству технологий, видите, Корея 4 буквально впереди. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Так. Тут я хочу, наверное, радио открыть. Блин, ну долговато будет. 1, 3. Ну, хотя 5 ходов. Нормально. Я уже подзабил. Давайте тогда сначала лабораторию, потом канализацию. В этих городах. В этих городах рост тут стоит. Так, археолога построен. Лаборатория канализация. Где у нас поближе что есть? Что, у Мали покопать? Или у Александра сначала? Нет, как-то Мали тут более скучно. Пойдем к Мали лучше. Так, фабрика готова. Тут даже университет еще не построен. Так, университет, конечно. И угольную я, наверное, просто куплю тут. Так, хорошо. Кавалерия лечится. Полевая пушка. Так, осадная башня до медика. Ну, блин, Люблин отваливается. Ты смотри, даже с Виктором. Ну, это из-за темных веков, конечно. Так, тогда мы, наверное, не будем отсюда уходить. Он отвалится, мы его заново захватим. Просто стоим, значит, ждем. Так. Так, и объединим вот эти две пушки шестого уровня все-таки. Можно, наверное, эти объединить. То есть, первый уровень всего лишь, а тут пятый. Посильнее будет. Так, так, так. Ну, давайте тут. Из Пекина в Александрию бегало. А доступные города? Ну, ладно, пускай продолжает. Так, этот у нас... Тут я ниже помню, что это было. Тут у нас будет копать тот второй. Хм. Как раз ничего не было. Давайте у Александра тогда покопаем этим. Так. Кирасиры бегут на границу с Россией. Пекин продуктовый построен. Нарост стоит. Кампуса нету в Пекине. Ага, вот. Мы как раз дальше. Он на десяти, когда вырастет. Действительно. Отлично. Так. Во Вроцлаве библиотека. Давайте. Нет. Тут, наверное, все-таки мне важнее пригород. Потому что Вроцлав нифига не растет. Вот тут должно быть прилично. Плюс два. А почему? Типа пойма мало дает бонуса? Ну, тогда здесь ставим. Потому что Вроцлаве, видите, постоянно нехватка жилья из-за того, что он хреново поставлен. Не на реке. Так, мастерскую. Пингало вернулся в столицу. Отлично. Отлично. Так, все они у меня есть место для космопорта. О, все. Все осуждены. Ну, это реально... У меня количество претензий превысило определенный уровень, потому что я соточку сейчас получил за объявление Кореи войны вместе с Нубией. Лиссабон, Чендрагупти, Киру, Педру. Господи, а кто там стал союзником? Серьезно, ты с меня требуешь? Кто там стал союзником Лиссабона? Кто там со всеми воюет, получается? Медичи? А-а-а. Так. Плюс то к производству и представительству зданий в этом районе. Мне бы, конечно, хотелось в... В кампусе. А компьютер что-то они будут строить? А мне это выгодно. А очень быстро лабы построю. Ну, мне бы, конечно, больше лояльности, чем прирост. Я за себя проголосую, но вряд ли... Вообще непонятно, за кого это будет, честно говоря. Тут, если в мою пользу только против меня могут проголосовать в этом вопросе. Ну, я думаю, за кого-то другого скорее проголосуют. Да, плюс 20, но минус 5 лояльности Педру. И плюс 100% к строительству зданий в центре коммерции. Ну, 780 золота стырил, умоли. То есть, я думаю, что у Педру вот этот город сейчас будет еще сильнее отваливаться. Он у нас пока в нормальном веке. Я когда выйду в героический... О, блин, Краков отваливается. Вот это... Так, кстати, знаете, что? Это может быть из-за довольства. Знаете, надо проверить. У меня, возможно, закончилась торговля с кем-нибудь... Да, видите, у меня два кофе есть. Только два кофе. Надо два кофе с кем-то торгануть. Так. Кто у нас тут? Мрамор с Петром. Что, все, что ли? Ага, нефрит. А, я, наверное, нефрит торговал скорее. Так, нефрит. Кофе у перса есть. Попробуем с Нуби и нефрит. Опа. Что, у нее один? А тут... А, не Нуби. С Голландией. С Голландией, наверное. Попробуем. Ну, в принципе, нормально. Давайте ей продадим селитры. Заодно два царик за деньги. Вот так, нормально. Да, ну слушайте, мне надо как-то до героического века дожить. А тут все отваливается. И, знаете, еще тут юниты не сильные. То есть, мне бы их апнуть, а у меня нефти нету, не открыто. Блин. Давайте я сначала переработку тогда открою. Вдруг тут нефть где-нибудь рядом будет. Так, все они, лаборатория, канализация. Давайте я тут куплю арену. Может, перераспределиться. Арена тут построена, зоопарк. Может, как-нибудь довольство перераспределиться. Обратите внимание, что в городах с зоопарком тропические леса стали еще и науку давать, и болото тоже. Не знаю, как это работает. Типа в зоопарк каких-то привозят животных, которые ученые начинают изучать и как-то улучшают свое понимание жизни, наверное. Видимо, как-то так. Крит уже отваливаются, города. Но тут, кстати, помните в начале какой-то из городов, по-моему, это Маква-Сакахикан, перс захватывал, а потом все вернулось обратно. И обратите внимание еще раз, насколько офигительно комп использует рабочих. Ну, то есть он их никак не использует. Видите, что клетки просто не обработаны. У Кри, например. У Перса. Только если уникальные улучшения стоят. Видите? Ну, это из того, что я вижу. Так, стоим, ждем, когда этот город отвалится. Слушайте, а кто из них раньше отвалится? Ну, лю, блин, раньше, конечно. А потом надо будет идти Краковым заниматься. Тоже. Может, часть уже сразу отправить в Краков? Что тут откладывать? Так, эти пускай тут стоят. Ну, это плохо. Вот он отваливается, я его захватываю, в нем еще меньше жителей становится. И начинают еще сильнее на них другие города давлять. Но это чисто из-за того, что я в темном веке. Только из-за этого. Ну, давайте хищение технологий возьмем. Ну, мне, конечно, там важнее деньги красть. Так, начинаем фабриковать скандал. Мгновенно обосновывается и фабрикование скандала повышено. Так, в Лодзе угольная электростанция сделана. О, я могу тут дамбу построить. Давайте, наверное, сделаем. Сначала, правда, лабу. А потом дамбу. Просто дамбы не только предотвращают затопление, чтобы клетки надо было ремонтировать. Но они еще и дают потом электричество. Ну, не сами дамбы, а гидроэлектростанции. На них можно строить электричество. Мне надо будет много электричества, чтобы улететь отсюда. Видите, вот так много производства, потому что уже низкая лояльность. Слушайте, давайте я, может, Виктора тогда сразу в Краков пересажу, чтобы он медленнее отваливался. Люблин-то явно отвалится даже с Виктором. Минус пять будет в Кракове. Какой-то тут удобно смотреть. Лояльность вообще, в принципе. Тут везде максимум. То есть проблема только с Люблином. Ну и с Краковым там уже минус пять. То есть это еще терпимо будет. Так, Александра берем. Тут все выкопано, но тематического бонуса не получается. Античность, Средневековье, античность. Ну что, этим ходом Люблин отвалится? Или еще подождем? Какие-нибудь ресурсы роскоши еще у Польши есть, которые я не обработал? О, еще и венгры. Недавно же дружочком был. Но у венгры вообще со всеми плохие отношения. Просто со всеми. И вот мне интересно, в каждой игре, когда против компьютера играешь, у венгры это вот постоянно. То есть он какой-то от такой отмороженный, что просто не может дружить. Не хватает. У мапучи что-то отваливается. Нет, я буду копать, где захочу. Еще 25 претензий. Так. Тут ничего не надо, но может мне что-то поменять из того, что тут есть. Нет, пожалуй, не буду. Накапливаем уголь пока. Ну, кстати, видите, уже на электричество тратится больше, чем добывается. Дайте я проверю. Везде ли я уголь обработал у себя? Точнее, ну, еще не тратится больше, чем добывается. Еще плюс 2 сверху, но... Уже много электричества я вырабатываю, несмотря на то, что... Так, а можно как-то на своей территории смотреть? Так. Это угольная электростанция. Блин. Вот тут у нас уголь. Тут уголь добывается. Вот это подсвечено просто угольная электростанция, а не то, что там уголь есть. Больше нигде угля нету, да? Ну, у меня 8, потому что я поставил еще карточку. Ну, ладно. Так, два посла. Что хочет Вавилон? Торговый путь. Ну, он очень далеко. Для моего торгового пути очень большие сомнения, что там может добраться какой-то мой... Ну, в любом случае, мы туда послов отправляем. Так, пушки переводим к Кракову. Так, 872 золота пытаемся спереть. Шиньяни университет, лаборатория, канализация. Вообще-то первый кампус только встал. 316 науки. Ага, Корея пошла дальше. Ну, мне бы, конечно, электричество еще открыть. Ну, для этого 3 капера надо построить. Вообще, давайте. У меня есть карточка на это дело. Хотя, во-первых, тут поставим 100% на морские юниты. И тут, пока учетные банки оставлю, я тут морские рейдеры. 3 капера, в любом случае, это будущие атомные подводные лодки. Но, к сожалению, только здесь. Ну, все равно. Это места пуска ядерных ракет в Россию. Так что Ченду у нас строит капер. Потом Пекин. Следующим ходом строит капер. После библиотеки. А вот Шиньян ничего не строит. Потому что тут не выплатят. Я, конечно, могу канал построить, но зачем? Тут еще, видите, Мали перекрывает проход. Так что еще Ченду одного строит. Причем, давайте, наверное, вот в Ченду мы это сразу сделаем. Тут пока библиотека пускай строится. Потому что нам надо до того, как мы мобилизацию откроем, чтобы я карточку поменял обратно. Оружейная, водяная мельница, фабрика. А, подождите. Я могу сейчас вот этих ребят апнуть в ПТ-команду. И это даст определенную лояльность тоже Кракову. Минус 5,7. Да, сейчас попробуем. Потому что это современный юнит. В ПТ-команду я могу апать, потому что у меня оно не требует никаких... Варшава. Варшаву я пропустил. Он тут минус 3 всего. Вот Люблин сейчас этим ходом точно отвалится. А как? Нет. Я буду копать где хочу. Родон минус 5 всего лишь. Тут даже, скорее всего, действуют города Перса, а не Польши. Вот этот... Брюссель очень не в тему. Энжиниринг это искусство директировать огромные источники силы в природе. Сейчас представим, что у нас с нефтью. Сначала пытаемся вернуть Люблин. Ну, сила 51 это... Сейчас это даже две бомбарды, видите? Хватает. Я сейчас ради развлечения пообстреливаю юниты. Когда я захвачу город, они исчезнут. Так, хоть опыт получу. Ладно, пора. Видите, четыре жителя стало. Ну и, соответственно, сейчас еще быстрее будет отваливаться. Так. И тут у нас минус пять, да? Апаем в ПТ команду. Пока не обновилась лояльность, но должна быть нормальной. Стать. Ну, во всяком случае, не такой большой минус будет. Так, не удалось тут деньги спереть. тут стоим, тут стоим. Ну, тут в границах останусь, что там плавать. лояльность. Так, у нт-мапу отвалилась, джебалпур под влияние Индии. О, класс. Тут нефть я даже могу сразу обработать. И тут, а тут в воде нефть, а то я не смогу сразу обработать. в Варшаве надо просто покупать строителей, идти нефть добывать, потому что это ускорит открытие пластмассы, например, то же самое. той же самой. Так, две нефти, хорошо. Ну, посмотрим, как теперь в Кракове будет. Кстати, можно то же самое и с Варшавой проделать. С Люблином это не получится, пока я в темном веке, потому что он слишком окружен. Можно взгляд таких ограниченных людей. Ничего себе, просто оскорбляет моих жителей. Серьезно? Я еще не встретил? Я думал, я всех уже встретил. Ничего себе. Ага, вот у нас две северных империи. Так, чувачок начинает уже зарываться, уже начинает требовать с меня деньги какие-то. То есть, то, что я перекидываю сюда войска, это правильно. Канада Кирасира из-под удара у него 91 сила городов, то есть, у него же танки могут быть вполне. Так, броненосец. возвращаем, это все убираем, тут ставим содержать, нет, возвращаем на уголь. Содержание юнитов я пока могу потерпеть. И тут ставим опять плюс два влияния. Так. Надо качать пингалу до космической гонки. Скоро будем гранты делать. О, здание этого района дает два производства, это отлично, это еще хороший, еще один хороший инженер. Так, ученые, это так себе ученые. отлично. Столице уже 86 производства. Так, тут канализация завершена. Так, подождите. Давайте по очереди. в Диалдуне завершена канализация, да? Нарост поставлено, пригород тут есть. Ммм, театралочку? Театралочку. Плюс один, плюс один, ну там слишком хороший, ну, нафига мне театралка плюс один? Ну, серьезно. как бы разница между плюс один и просто ноль немного, а я не хочу эти классные клетки уничтожать, так что просто театралку поставлю. Так, сюда, во, смотрим, что в Кракове, минус 3,3, это уже терпимо, да? Поэтому давайте сюда, в Варшаву попробуем в Люблине все равно дофига, минус 19, то есть он будет сейчас тут постоянно отвариваться. У меня-то как-то Брюссель на самом деле поработить. Еще просто Люблин будет постоянно отваливаться. Краков, Краков так точно, когда я выйду сейчас в героический век, он точно будет тут надолго у меня. Не знаю, может родом тогда все-таки к себе присоединиться. Но, блин, лишние города это лишнее счастье, которое уже у меня не так много. У меня те города большие растут, на них требуется счастье. Эх, так, может уже основные давайте я, наверное, уже буду караваны в Сиань, из Сиань опускать, где я буду строить космопорт. Чтобы это все ускорить. Так, тут капер, тут капер. Копаемся, там я взял варваров, тут мансамусы берем. блин, смотрите, аж две дамбы. А, это акведук, сорян, это акведуки, блин, показалось две дамбы. вот это дамба, а это акведук. Так, тут универ, тут пригород завершили, рост, универ, фабрика завершена, угольную. Что вы предстали к этому пылающему миру, я не понимаю. Так, у меня есть формальный повод объявить войну за решение территории, о, уже ведь есть формальный повод объявить войну России. Всегда приятно. Так, наверное, СМИ надо будет все-таки отложить. Я хочу ускорить его, ее, их, ускорить их. Мои уже средства массовой информации будут в 17 веке, прикиньте. Так, демократию ускорили. Нужно ли мне строить аэропорты? Так. Мне нужны послы, кроме художественного, вот, морскую традицию, давайте откроем, и теологию. с Бразилии истек. Отлично. Посольство и религиозный союз. я не хочу с ним воевать. Ах, смотрите, у меня уже три кофе, то есть я с кем-то торговал, и торговля закончилась, два кофе, надо смотреть. Возможно, даже с самой Бразилией торговал. Так, есть мрамор у русского, которого у меня нету. блин, тяжело так вот, знаешь, как-то они подсвечивали серебро. Давайте с мансамусой серебром. Этот с меня деньги хочет. Хорошо, а скифы? То же самое. кого-то там еще было у Испании. Ну, этот меньше всего хочет. Давайте мы ему селитру продадим, и он наоборот мне заплатит. Отлично. Так, и еще одно кофе у нас есть. Я просто не хочу с русским торговать. Видимо, придется больше не верю. Ага, вот еще табак. Табак. Ну, табак давайте с персом. Ну, кстати, нету посольства постоянного в Персии. Ничего себе. так. Какая жадобина персидская. Какой-то он не друг, по-моему, нам. Шон, Нубия, мы вместе боремся против общего врага, против Кореи. О! О! Нет. Давай вот без этого. Просто ладно, тогда одинаково. так, отлично. Все ресурсы выцегнили, которые могли. Опять Люблин отпадает. Еще дополнительных 25 претензий умолим. Так. Появилась нефть. Те уже минус 10 заход на производство энергии. Нефигай себя угля там жгу. Но зато я теперь могу апнуть следующим ходом правда в пехотинца. А Куинт считается круче пехотинца. Интересно, или ПТ команда? Походу ПТ команда. Так, тут я буду в первую очередь на производство отправлять. Так, вот тут мы будем делать космопорт, я думаю. В будущем. Канализация завершена. Монумент средневекового сена водяная. Это ничего не надо. Все, поехали исследовательские гранты сжечь. Так, из Диадуня все они тоже. Ладно, Монца Муса возьму. Так, ну что, будут у меня тут античности? Античность, античность, Александр, Едвига, Возрождение средневековья. Да, блин. О, Едвига, Варвар, о, это вот тут получится. Ей. Получилось три шедевра средневековья. Естественно, я тут культуры не собираюсь побеждать. Это чисто, чтобы побольше самой культуры шло. так, в Тайюане. О, продуктового рынка нету в Тайюане. Уже 427 науки, а у второго места на 200, нет, вот еще, на 150 меньше. Корея, конечно, пытается. 1050 у Кореи, а сколько он убит армии? 1453. Ну, надеюсь, они там серьезно как-то. Вавилон атакует, блин. Вот это я что-то не ожидал. 48 силы вполне может взять ПТ-команда. Ну, только не корпусом катапульта, а ПТ-команда, да. ПТ-команда серьезный. Так, как тут Люблин? Следующим ходом опять отваливается, блин. Печалька. Подождите, все же все все на всю игру что-то требуют. Еще никак не соберется мне войну объявить. Ну, все требует, требует чего-то. Опять меня пингал. Слушай, надо туда посадить шпиона, видимо. Они достали у меня губернатора постоянной Сиане выбрасывать. Он мне много дает культуры и науки. если не читаешь новостей, не информен. Если читаешь новостей, не информен. так, мы радио открыли, поэтому и СМИ открылась. Следствия для гаммоней нет, не будем ставить. Оно дает, конечно, у меня не так много верфей, чтобы производство иметь. Так, пошли в демократию. Что у нас с алюминием? О, всего лишь на месте великой стены. Надо, кстати, будет пойти, видимо, поставить шахту. Тут амфитеатр. Канализация, кампус готовы. Пригород тут есть. Центр коммерции тут не нужен. Так, здесь мы открываем ракетостроение, потом откроем электричество. Ну, центр вещания действительно учусь. Так, прокачиваем наверное Магнуса до кооперации. только его надо посадить в какой-то город второй по производству. или тот который в центре. Вообще, наверное, Магнус вот здесь будет нормально действовать. Как раз на него очень много промышленных зон будет влиять. так. три жителя влюблене. когда там наша героическая эра. бедный люблин будет восставать постоянно. Давайте краков тут пообрабатываем. У меня как раз польские города вообще не обработаны. Так, убираем тут болото. финиш шедевра. Ну что? Вавилон отправлять? Ну его же заберут. По пару ходов хоть получу науку с Вавилона. Блин, бред, да? То есть вы видели, да, что произошло? Я стал а, нет, она замирилась. О, как я не сообразил. Но это бред полный. То есть так как я у меня столько же послов там сколько и у Аммониторе, то Вавилон нейтральный город и Корея автоматически замирилась с ним. Хотя хотел бы наверное его забрать. Так в Гданьске нету пригорода. Давайте построим. Он рос и соответственно влиял на города вокруг себя. Я был кого-нибудь уже прикупил угля. Есть шанс кто-нибудь торгует углем. Нет. Только у трех людей на плане трех цивилизаций на планете есть уголь. так. Так, а там где-то есть потрясающе престижный вот это не строится у меня никак. Художественный музей надо бы построить в каком-нибудь из городов все-таки не везде одни артефакты добывать. Блин, они утомили меня постоянно эту фигню спрашивать. м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok Что-то там было написано, что наш летучий отряд подвергся бомбардировке со стороны врага Ну, в столице мы сейчас космопорт начнем строить Так, а где-то он мог подвергнуться бомбардировке? Где-то... Блин, я не понял Тут почему-то сообщений об этом нету А звук был, как он подвергся А-а-а, варвары Да-да-да Ой, блин Все, хана моему Чуваку, хрена ты сюда приперлась Ну, может быть Понадеемся, что варвары захватят поселенца, а не моего Ну, тут вообще пушка стоит, а пушка добьет Блин Так, что там с Вавилоном? Не нападает, да? Отлично То есть нам не надо союзить Вавилон, чтобы Корея не стала нападать на него Хорошо, тогда давайте Кумаси 2 Это нам культурку начинает давать Тут стоим Стоим Лечимся Лечимся Стоим Ой, тут у нас Уровень Может атаковать после перемещения Караваны все-все, а не перекидываем И отправляем на производство Чтобы быстрее все эти космические проекты делать Так, тут обрабатываем алюминий Сначала надо стену убрать Кстати, а там космопорта никто еще не построил Совершенно случайно Вдруг кто-то уже мог построить Нет? И тут мы лидируем Продолжаем тырить деньги у Мали Канализация в Шиньяне Завершена Кампус Ну, театралочку надо Тут театралочка для Вроцлова Вот тут у нас место Для Шиньяна, кстати, оставалось Наверное, должно быть плюс 3, да? Да Только давайте Наверное Купим Строителя Который Это вот вырубит дело А пока он туда идет Построим Водяная мельница Нам не нужна А что с дамбой? А нет, дамбы я тут не буду строить Канал Тоже не хочу Давайте банк Деньги никогда не помешают Так, лаборатория Канализация Вот тут театральная площадь для Вроцлова Театральная площадь Сюда, наконец-то Ромашка у меня доделается Только давайте после лаборатории Потом уже канализацию Как-нибудь О, дамбу сделал Дамбу сделал Ну Жилья тут достаточно Что, дождать? Давайте я один ход подожду Дождусь открытия гидроэлектростанции И там гидроэлектростанцию Поставлю строиться Так, тут я пришел Обрабатывать Леса и поля Починить надо Добычу Селитры Блин, а сколько Тут еще краков Ну, краков Минус два с половиной Это нормально Это нормально По-божески По-божески Сколько там до героического века Это следующий ход, что ли? Конечно, впечатляющая военная мощь Потому что мы тебя снесли Приятно видеть Присмыкающуюся Польшу Бедные, даже прохода нету Между Родомом и Тарнулом И надо покупать у меня Визы, чтоб Люди ходили Да, убили Чтоб Ну, я тут поставила город Ну, охренеть Ребята, героическая эпоха Все сразу Восхищаются моей эпохой А кого-то она раздражает Подводная лодка Гидроэлектростанция Морской порт Так Но еще в героическом веке Видите Корея Вот, блин Кир в золотом веке Это неприятно И бразилец Как раз его города Я бы хотел Ладно Так Пульс паровой машины берем Реформу денежного обращения Берем Наверное, к оружию возьму Это мне точно не надо Зашибись Ну и что Люблин Все равно отваливается Конечно, не с такой силой Да Но я могу Просто пересадить Виктора Из Кракова Потому что Там Из Кракова В Люблин Как раз будет Плюс два Видите Блин Тогда в Кракове Начинает лояльность Отваливаться Да что ж ты будешь делать Ну минус четыре десятых Ладно Мы тут вырастим Так, лодь Надо, чтобы росла Кданьск растет Варшава растет Краков растет И Люблин Надо ставить на рост Так, этого парня Отправляем тут все Вырубать И я откладывал На один ход В лодзи Чтоб тут гэс Строить И тебе Сдает Шесть энергии Шесть энергии Это круто Как на этом Пингало Вернется Лалтару Монтесуми Тамирис Не, пока 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 никуда не можно Хорошо я уголь Кстати накопил Могу Некоторое время Держаться Так Ну мне бы теперь Кстати Закончить Кругосветочку Но я не могу Так как Мне убили Моего парня Который Кругосветку Делал Тайюань Растет Ну Здесь Театральную Площадь Можно Плюс Два И тут Плюс Два Вот здесь Поставим Там будет Плюс Один Да На месте Форта У меня только Слабость В культуре Имеется Проверим Не побеждает Ли кстати Россия Ну 526 Да То есть Я сейчас Боюсь Только того Что Россия Может победить Культурой Либо Корея Наукой Видите где Корея Ну Корея Скорее в дальней Связи То есть Сюда Сюда Она Вышла Я не думаю Что Куда-то В другое Место Она могла Выйти Компьютеры Я открою Позже Теперь я Иду В Уран Тут Банк Завершен Тут у нас Будет Театралка Позже Давайте Морской Порт Все прибрежные Клетки Начинают Хорошо Давать Еду Да Тут надо Морской Порт Надо еще Подумать Несколько Городов Где еще Космопорты Построить Канализация Нет Кстати Пекин Очень неплохо Производство Дает Видимо Здесь Надо Космопорт Ставить Причем Я вот сюда Его лучше Поставлю Чтобы он На производственную Площадь Давал Соседство Тоже И наверное У меня будет еще Космопорт В Дяодуне Давайте вообще Посмотрим По производству Сиань 112 95 92 Да О Гданск 86 Можно Кстати В Гданске 4 Космопорта Тоже Неплохо Хм Подуктовый Рынок А Нет Подождите А почему Что он Тут так Ну тут Хорошие Конечно Нехило Так Выдает Гданск Производство Давайте Где-нибудь Вот сюда Поставим Не хочется На те клетки Которые уже Обработаны Ставить Так Ну что Давайте Кавалерию Перебрасывать К К К России Ну тут уже Форталеза Максимум Производство Алюминий Алюминий Монумент Так Как бы нам тут Вернуть Лояльность Ну пока тут Все очень медленно Строится Именно из-за того Что тут Низкая лояльность Давайте Наверное Рынок А потом Пригород Во Здесь Так Ну и На этой Героической ноте На том Что мы в героическом веке Идем Прямой наводкой В космос И Ничего себе Кто-то мне там Войну объявил По-моему Это пока только Осуждение Цишу Хуанди Объявил войну Подождите Кто-то Она Подождите А Вильгельмина Объявила войну Александру А так Как мы В союзе Ну Кстати Это опасно Вильгельмина Хороша Смотрите Как у нее Разве 339 224 А у Александра 137 80 Александр Должен где-то вообще В заднице Находиться Сейчас Вот тут Александр А Ну Вообще Они как-то рядом Так Я уже за него Забеспокоился Мне бы не хотелось Чтобы Александра Вынесли Честно говоря Ну Вот На этой Тревожной Ноте Я Закончу Эту серию Спасибо Что смотрите Напоминаю Что спонсоры Видят все серии Сразу в сообществе А для всех Остальных Она Продолжение Выйдет завтра Всем пока Держите Скрестим пальцы За Александра Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить Вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также Посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok